Покаяние. Дерек Принц. Первое. Что такое покаяние? Чтобы примириться с Богом и наслаждаться общением с Ним, Библия предлагает нам вначале покаяться. И это важный момент, с которого начинается наше хождение с Иисусом. Хотя в церковь вы, наверное, слышали покаяние, и порой многие считают, что это просто молитва в конце служения и какое-то одноразовое эмоциональное переживание. Но Библия ясно учит нас, что отказ от следования греху и подчинения своей жизни Господству Иисуса Христа – это постоянно продолжающийся процесс в жизни верующих. Мы каемся в своих грехах, которые стали последствием нашей независимости от своего Творца. И принимаем решение подчиниться Иисусу Христу как Богом, назначенному правителю, если хотим познать Его как своего Спасителя. Покаяние – это отказ от своей воли и принятие Божьего правления в свою жизнь. Это безоговорочное подчинение своей жизни Божьему Господству и Водительству. И это решение мы должны утверждать в своей жизни ежедневно, причем независимо от того, чувствуем мы необходимость в этом или нет. Мы призваны принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Причем всегда следует помнить, что Иисус не станет вашим Спасителем, если вы не подчинитесь Ему как своему Господину. Принятие силы и воли твердого решения лично подчиняться Господу, чтобы это вам не стоило, и является истинным библейским покаянием. Ваш Господин – это тот, кто решает, что вам делать. Если вы сами решаете, как вам поступать, то сами являетесь себе Господином, а это значит, что вы не приняли господство Христа, то есть не покаялись. В этом случае, несмотря на то, что вы можете быть активным членом церкви, вы на пути в погибель. Починитесь Христу и ожидайте Его решений и водительства во всем. А как узнать, что Он решил? Почувствовать, догадаться, поверить пастору? Нет. Спросить, подождать и услышать ответ лично от Него. Часто чувство необходимости покаяться и чувство того, что тяж за грехов ушла сопровождают покаяние. Но во многих случаях человек может переживать какие-то чувства, но не покаяться по-настоящему. Покаяние – это решение воли, а не чувства. Это решение подчиниться Богу, отказавшись от своего, своей воли, угождения себе. Всем нам необходимо ежедневно подчинять свою жизнь Божьему праведному правлению, признавать и исповедать совершенные нам грехи, прося Бога постоянно очищать нас, для того, чтобы мы могли оставаться в общении с Ним. Почему покаяние настолько важно? Потому что если мы не осознаем нашу постоянную нужду в общении с Богом, свою полную и каждодневную, зависять от Его Святого Духа, Его милости, водительства, благодати, точно скоро предоставленные сами себе, мы все станем нечестимы и бесплодными. И Господь отсечет нас, как бесполезное религиозное насаждение, не приносящее реального духовного плода, который может принести только Его Святым Духом. Итак, мы будем говорить о покаянии, о смирении себя, о причине Господу, которое каждый из нас должен практиковать в своей жизни, если он хочет обрести постоянный и прочный мир с Богом, живя угодно Ему жизнью. Покаяние – это то, мимо чего вы не сможете пройти и чему не существует замены. Однако, несмотря на многочисленные разговоры о покаянии в церквях, большинство христиан сегодня не понимает его сути. И, к сожалению, проповедники крайне редко могут его объяснить. Никто в Писании не делал более сильное ударение на необходимости покаяться, чем Сам Иисус Христос. Послушайте, что Он говорит в Евангелии от Луки, 13 глава 1 и 5 стихи. «В это время пришли некоторые и рассказали Ему, Иисусу, о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами. Иисус сказал им на это, «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, вину не были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все так же погибнете». Люди, которые беседовали с Иисусом, описывали Ему происшествия, которые были еще свежими в их памяти. Первый случай произошел с галилеянами, о которых история говорит, что Пилат смешал их кровь с кровью животных, которых они приносили в жертву. Деталей этой истории мы не знаем, но ясно одно, что эти люди совершали религиозный обряд жертвопоношения. И по неизвестной причине римский наместник Пилат приказал своим солдатам умертвить их, что и произошло в тот момент, когда они приносили жертву. В результате их кровь была смешана с кровью их жертв. Это был ужасный вид смерти для людей того времени, совершать богослужение и погибнуть во время Его. И поэтому, беседовавшись с Иисусом, спросили Его о том, сделали ли эти галилеяне какое-то ужасное зло, что их постигло такое особое бедствие. Но Иисус ответил им, что это совсем не обязательно. Он показал им другую сторону этого вопроса, сказав, не думайте, что ваша ситуация существенно отличается от их ситуации. Если вы не покаетесь, все так же погибнете. Вторым происшествием был несчастный случай, когда Силаамская башня упала на людей, насмерть завалив их. Интересно, что и сегодня туристам покажут основание этой башни. Отчего эта евангельская история становится более реальной. Но главным является то, что хотя эти две группы людей приняли ужасную, необычную смерть, которая выглядит как особое Божье наказание, Иисус предостигает живых. И нас в том числе. Чтобы мы не думали, что наша ситуация существенно отличается от их ситуации. Они погибли, потому что не покаялись. И поэтому Господь предостигает всех нас. И если не покаетесь, все так же погибнете. Это не значит, что мы умрем какой-то необычной смертью. Мы можем умреть от продолжительной болезни или погибнуть внезапно. Дело не в этом. Существует только одно главное требование, которое может уберечь нас от того, что Христос называет погиблию. И этим требованием является покаяние, в котором имеет нужду каждый человек, независимо от вида смерти, к которому он приближается. Таким образом мы можем выразить это учение Иисуса одной очень простой и недвусмысленной фразы. Покайся или погибнешь. И я верю, что это именно то, чему учит Библия. Покайся или погибнешь. Затем в следующих нескольких стихах Иисус рассказывает притчу, связанную с темой покаяния. Евангелие от Муки 13, глава 6, 9 стих. И сказал сию притчу. Некто имел виноградника в своем посаженном смоковнице. И пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал винограду, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее. На что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ, господин, оставь ее и на этот год. Пока я копаю ее, я блажу навозом. Не принесет ни плода. Если же нет, то следующий год срубишь ее. Это основной Божий принцип Нового Завета. Если дерево приносит плод, пусть живет. А если нет, то сруби его. Таково Божье отношение к жизни каждого из нас. А копаю и удобряю, Бог обильно благословляет нас, чтобы мы приносили приемлемый ему плод. Но если мы не приносим плода, то Божий суд отсечет нас. Зачем напрасно занимать место в Божьем саду? Пусть бесполезное насаждение освободит место для другой плодоносной жизни. В этой притче такие фразы, как «окопаю ее» и «облажу навозом» представляют Божье благоволение. Последний настойчивый Божий призыв к покаянию. И если мы не ответим на этот призыв, а просто будем поглощать даваемый Богом, то нас постигнет участь той смоковницы. Возможно, читая эти слова, вы находитесь сейчас именно в такое состояние. Игнорируйте настойчивый Божий призыв покаяться, направленный к вам. Бог говорит, «окопаю ее и облажу навозом». Не принесет ли плода в течение этого еще одного года? Если же не будет плода, то срублю. Покайтесь или погибнете. Пусть эти слова с новой силы всплывут в вашем сознании. Притечий Иисуса Иоанн Христитель был послан, чтобы приготовить путь Господу. И вот как он делал это. Матфея 3 глава 1 и 2 стих. В те дни приходит Иоанн Христитель и проповедует пустыне Идейской и говорит, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». С 5 по 10 стих той же самой главы. Тогда Иерусалим и вся Иудея, вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и слукеев, идущих к нему, креститься, сказал им, «Порождение и хидны. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте, говорит себе, отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже из секира при корне дерева лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Какое сильное утверждение. У Бога секира топор всегда лежит при корне дерева. И есть только один способ избежать топора. Это приносить добрый плод. Потому что всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Посланием Иоанна Крестителя было покаяние. Пришедшим религиозным деятелям он говорил, «Вы не покаялись, потому что в вашей жизни нет приемлемого Богу плода, который бы говорил о вашем покаянии. Вы не прикроетесь от Божьего суда своей религиозностью. Я отказываюсь воскрестить, я требую плода». Как Божий представитель Иоанн требовал плодов, а не листьев. Религия часто производит много листьев, много внешнего, показного и наигранного. Но Бог говорит, «Я требую плода, я требую реальной праведности, реальной любви, реальной честности, действительной искренности, действительной веры в Меня, подлинное посвящение своей жизни». «Не предлагайте Мне листья, свои религиозные старания. Мне они не интересуют. Я ищу реального плода. Каждое дерево, не приносящего доброго плода, будет срублено и брошено в огонь». Послание Иоанна Крестителя, как и послание Иисуса Христа, содержало это важное утверждение. «Покайся или погибнешь». Поэтому покаяние – это то, мимо чего вы не сможете пройти, что не может за вас сделать кто-то другой. Это то, что Бог требует лично от каждого из нас. И если оно имеет такую жизненную важность для нашей судьбы в вечности, то нам необходимо знать, что же на самом деле является покаянием, которого требует от нас Бог. Прежде всего, мы должны понять, что покаяние – это не эмоции, не чувства, а решение воли человека, выражающиеся в соответствующих действиях. Многие считают, что для покаяния нужно почувствовать сожаление, иметь чувство вины или ощущать чувство греховности. И часто такого рода чувства сопровождают покаяние. Но, к сожалению, во многих случаях бывает так, что человек что-то чувствовал, о чем-то сожалел, возможно, даже пережил какое-то облегчение, помолившись у алтаря. Но реального покаяния, обращения к Богу в его жизни так и не произошло. Что-то чувствовать еще недостаточно. Покаяние – это решение воли. Оно вытекает из воли человека, а не из его эмоций. Многие религии сегодня делают доение на эмоциональной стороне, пытаясь заставить людей почувствовать свою вину, ощутить груз греховности. И в итоге они предлагают людям лишь душевное облегчение. Но это не покаяние. Не затрагивая воли человека, не требуя человека принять волевое решение, изменить свою жизнь, такое религиозное переживание не производит плода, которого ищет у нас Бог. В Библии есть два слова, которые переведены словом «покаяние». Одно греческое в Новом Завете и другое еврейское в Ветхом Завете. И для определения истинного покаяния важно понимать значение обоих этих слов. Греческое слово буквально означает перемену мыслей, образ мышления. Это широко употребляемое слово, которое имеет значение «передумать». И часто встречается в греческой светской литературе. Итак, с одной стороны, покаяние – это изменение образа мышления. Мы всегда думали только о себе, строили собственные планы на свою жизнь, вели жизнь независимую от Бога, угождая себе. Но теперь вы изменили свое мышление, теперь оно сконцентрировано на Господе и на том, что Он считает важным. Поэтому, если покаяние, как изменение образа мышления в вашей жизни произошло, то обязательно изменятся и все ваши ценности, устремления, цели и приоритеты. И такая перемена мышления обязательно изменит и весь ваш образ жизни. Еврейское слово в Ветхом Завете значит «повернуть в противоположную сторону» или, если сказать одним словом, «обратиться». Думаю, что это очень показательная разница между греческим и еврейскими словами. Греческое слово указывает на внутреннее переживание, а еврейское – на внешнее действие. Вы изменяете свое мышление, направляете его на познание Бога и поиск его воли. Концентрируйте все свои мысли и стремления на нем. И как результат вашего внутреннего изменения вы разворачиваете свой жизненный путь от своей воли и угождения себе, подчинению и зависимости от Бога. Покаявшись, вы уже не выбираете сами путь для себя, а идете лишь тем путем, который Бог вам укажет. Итак, покаяние – это решение воли, изменение своего образа мыслей и разворот течения всей вашей жизни на совершенно другой, новый, зависимый от Бога жизненный путь. Второе. Почему всем мы нуждаемся в покаянии? Библия учит, что всем мы нуждаемся в покаянии, в каждодневном самоотречении и посвящении себя исполнению воли Господа. Даже если вы ведете хороший христианский образ жизни, посещаете церковь каждое воскресенье, избегаете искушений, насколько это возможно, вам по-прежнему может быть необходимо покаяние, потому что пока мы живем в этом мире, все мы сражаемся с желаниями идти своими путями, исполняя свою волю. Глубоко внутри мы считаем, что мы можем предложить себе что-то лучшее, чем предлагает нам Богом план для нашей жизни. Вот когда наступает время покаяния, ключом которым является сознание того, что ваши пути не Божьи пути. Бог наш царь и господин, и мы должны утверждать его волю, его царство в своей жизни и на земле, отвергнув все собственные планы. Итак, мы обратили внимание на тот факт, что никто не делал больше ударения на необходимость, чем сам Иисус Христос. На вопрос о том, почему Бог допустил, что посреди кипучей религиозной жизни, полной жертвой приношения к Господу, жизнь Глент была отнята у них насильственным образом, Иисус ясно дал понять, что это не было наказанием за какие-то особые грехи. Добавив, что если мы реально не покаемся, то тоже погибнем, несмотря на свою религиозную активность. Таким образом, каждый из нас поставлен Богом простым выбором – покайся или погибнешь. В предыдущей части мы говорили, что покаяние – это не эмоции, а решение воли человека, выраженное в соответствующем изменении его жизни. Греческое слово в оригинале Нового Завета означает перемену мышления, а еврейское слово в оригинале Ветхого Завета означает повернуть в противоположную сторону. Совместив их вместе, мы получаем ясную картину того, что является покаяние. Прежде всего, покаяние – это наше внутреннее решение – изменить свое мышление с эгоцентричного на богоцентричное. Теперь Божьи цели и притеты мы ставим выше своего эго. И это обязательно выражается в том, что мы разворачиваемся силой своей воли, чтобы идти новым жизненным путем. Путем послушания Богу и приближения к Нему, а не старым путем своей воли и угождения себе. Должен сказать вам, что миллионы современных христиан имеют очень небольшое понимание того, что такое подлинно покаяться или не имеют его вообще. Сейчас я собираюсь объяснить, почему все мы нуждаемся в покаянии. В жизни каждого из нас есть одна и та же главная проблема – независимость от своего Бога и Творца. Эта проблема называет словом «гордость» и касается каждого из нас без исключения. Гордость – это тот грех, которым согрешил Люцифер. Он решил стать самостоятельным, независимым от Бога, неподчиненным своему Творцу. И мы, рождаясь в этот мир, его царствовать мы, по своей природе являемся такими же гордыми и независимыми от Бога. Мы сами решаем, что нам делать и как жить, не желая при этом следовать Божьим указаниям. Покаяние – это осознанное принятие зависимости от Бога, полное подчинение себя во всем Господу. Это решение воли, выражающейся в последующем смирении своего независимого, своевольного бунтарского эго, под Божью власть. На нее указано в 6 стихе 53 главы книги пророка Исаия. В центральном стихе последней 27 главы, являющейся пророческим Евангелием. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него, на Христа, грехи всех нас». Это центр всего пророческого послания, благой вести. Еврейское слово, переведенное на русский язык, словом «грехи», в оригинале имеет значение «преступление» или «бунт». И это есть всеобщая проблема каждого из нас. Все мы совратились каждый на свою дорогу. Обращение на свою собственную дорогу Бог называет словом «грех» или «бунт», «беззаконие», «мятеж». И это не то, что можно назвать чем-то незначительным. Тем, что мы можем решать сами. Следует ли нам меняться в этом или нет. Идти своим собственным путем – это беззаконие. Это грех, это бунт против власти своего Бога и Творца. Именно в этом и состоит всеобщая вина всего человечества. И каждого из нас. Есть много разных видов грехов, которые мы не совершали. Вы, скорее всего, никогда не убили, не прелюбодействовали, никогда не крали. Возможно, не были пьяны, не бесчинствовали. Есть люди, хотя таких немного, которые никогда не солгали. Но одно сделали все мы. Все мы совратились на свой собственный путь. Путь независимости от своего Создателя. Это именно то, в чем каждый из нас должен покаяться. Появляет результате непослушания Адама путем неподчинения Господу. Человечество стало повержено всевозможным грехам, мерзостям, тлению и смерти. Но это не то, что Бог задумал и хочет видеть в жизни своих детей. Поэтому Божьи требования оставить свои пути и покаяться, обратившись в подчинение Ему. Обязательно и относится абсолютно ко всем, без исключения. Важно понять то, что наши человеческие пути – это не Божьи пути. И они никогда ими не были. Книга пророка Исаия, 55 глава, 6-8 стих говорит. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Доставит нечестивый путь свой. И беззаконник помыслы свои. И добротится к Господу. И Он помилует Его. И к Богу нашему. Ибо Он много милости. Мои мысли, не ваши мысли. Не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Не правда ли? Очень ясно утверждается. Наши пути – это не Божьи пути. И когда мы обращаемся на свои пути, мы ослабляем путь Божий. В этом и есть корень греха. Невозможно идти одновременно двумя путями. Поэтому, чтобы встать на путь Божий, мы должны перестать идти своим независимым путем. Нам нужно развернуться лицом к Богу и начать идти новым путем. Тем, которые Он нам укажет. Это и есть покаяние, которое представлено в 55 главе книги пророка Исаии. Как оставление наших путей и наших мыслей. Наши пути не есть Божьи пути. Даже если они религиозны, полны добрых дел и служения другим. Божий путь – спасение, избавление от всего неприемлемого Бога. Индивидуален для каждого из нас. Божий путь для себя человек может узнать только лично от самого Бога. Идя своим путем, невозможно противостоять греху и не грешить. Жить праведно может только Божьей благодатью. Данная им способность, которая приходит к нам от наполнения нас Божьей Святой и праведной природой. Что возможно только благодаря личному послушанию Господу. Заметьте, что речь идет как о внешнем, так и о внутреннем. Внутренние – это наши мысли, а внешние – это наши пути. И имевшее место внутренние перемены в мысли, обязательно выражается во внешнем изменении нашего поведения и образа жизни. Кто-то как-то сказал, что покаяние – это изменение образа жизни. Мне нравится это определение. Если повседневный образ жизни человека не изменился, значит покаяние в его жизни не произошло. Но изменение вашего образа жизни в результате покаяния вовсе не означает, что вам необходимо стать религиозным. Человек может быть очень религиозным, даже являться служителем и быть одновременно с этим своевольным и независимым от Бога. У многих религиозных людей есть эта проблема. Они думают, что у них нет нужды покаяния, ведь они активно посещают церковь и служат другим. Притча 14 глава 12 стих сказана. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти». Здесь речь идет отнюдь не о человеке, который знает, что идет неверным путем, а о том, кто уверен в правильности своего пути перед Богом. Хоть этот путь и ведет его к смерти. Как такое возможно? Спросите вы. Ответ в том, что этот человек не покаялся. Он не принял господство Христа. Не оставил свой человеческий пути и всего лишь добавив в них религиозности. А как сказал Иисус, если не покаетесь, все так же погибнете. Религия – это сеть, которая улавливает людей, закрывает в них свет Божьей истины. Религиозные люди, как правило, всегда очень самоправедны. Они религиозно ходят в церковь, несут служения, стараются исполнять принятые в их церкви установления и, возможно, даже придерживаются золотого правила. Не делай другим того, чего не желаешь себе. Они могут быть уверены, что все в их жизни идет так, как и должно быть. Могут искренне верить в свои религиозные догмы и взгляды. Они идут путем, который кажется правильным для них и их окружением. Но конец этого пути – погибель. Они думают, что своими стараниями и религиозным усилием обеспечат себе спасение. Но не желая покаяться и лично подчиниться Богу, они так и остаются независимыми бунтарями, отвергающими Божию власть в своей жизни. Они считают себя правильным перед Богом на основании соблюдения собственных стандартов правильности или стандартов правильности принятой религиозной конфессии, членами которой они являются. Религиозные пути – это пути человеческие. Именно поэтому мы видим такое разнообразие религий и предлагаемых им путей. Божий путь человеку может открыть только сам Бог. Личная зависимость от Него и личное послушание Его Слову и Водительству – это и есть Божий путь спасения. В Евангелии от Иоанна 5, 44 записаны такие слова Христа. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога не ищете? И наблюдая за религиозными людьми, я скажу, что это достаточно точное утверждение. Религиозные люди являются самой большой проблемой для Бога. Их обратить труднее всего. Изучая Новый Завет, вы заметите, что у Иисуса было всегда больше проблем с религиозными людьми, чем с простыми нерелигиозными грешниками. Поэтому вы можете быть очень набожны, активно посещать церковь и ходить путем, который кажется вам правильным. Но я хочу предостеречь вас, если вы не стали на путь послушания Богу, если вы не обрели личные отношения близости с Ним и не утвердили в своей жизни зависимость Него, то конец пути, которым вы идете – смерть. Иисус сказал в Евангелии от Марка 8, 34-35 Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою, ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Порядок точно такой же, как был в жизни самого Иисуса. В начале Гессиманском саду Он сказал, Отче, не моя воля, но Твоя будет. Луки 22, 42 А затем на Голгонском кресте Он отдал свою жизнь. И этим Иисус установил пример для всех своих последователей. Мы должны отвергнуть себя, следовать за Ним, взяв свой крест. Мы должны умереть для себя, своего эгоизма, своей воли. И оставив старую жизнь, мы обретаем новую жизнь. Жизнь в единстве и гармонии с Богом. Если вы не оставите свою старую жизнь в этом мире, если вы дорожите ей и будете дальше потакать в своей эгоистичной душе, то не сможете обрести новую жизнь, которую Бог хочет дать вам. Но если вы отвергнете свою старую жизнь, потеряете ее, посвятите вне себя Христу, тогда вы обретете новую жизнь, жизнь воскресения. Это жизнь нового качества, сокровенная, которую Бог открывает, дает только тем, кто подчинил себя Его воле, Его правлению. Возьми свой крест и следуй за Иисусом. Скажите Богу, Господь не как я хочу, но как ты хочешь да будет. Никто не заставлял Иисуса идти на крест. Он отдал свою жизнь добровольно. И нас также Бог не заставляет брать свой крест. Нести свой крест, это должно быть нашим добровольным решением. Я слышал, как некоторые верующие говорили такие смешные слова. Мой крест – это моя жена. Или мой крест – это моя болезнь. Если вы можете сложить этот крест, его, отказаться от него, то может быть. Но ведь это сделать нельзя. Ваш крест – это ваше добровольное решение отказаться от права управлять своей жизнью, в угоду себе и отдать ее в управление Богу. для его целей, полностью подчинившись ему. Ваш крест – это место смерти вашего эго, вашего я. В Иангелии от Иоанна 12, 24, 26 Иисус иллюстрирует этот принцип на примере семени. Истина, истина, говорю вам. Если пшеничное зерно, пал в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне допоследует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой. Тот же принцип необходимо потерять свою жизнь, чтобы затем, после потери старой жизни, обрести новую жизнь. Иисус использует в качестве примера пшеничное зерно. Он говорит, что пока это зерно не умерло, пока оно еще в руках, в руке или хранилище, оно не может принести плод. Зерно имеет вокруг себя оболочку, которая скрывает жизненный подстал, имеющий внутри семени. И поэтому оно должно умереть, пасть в землю. И там, под землей, вдали от людских глаз, и начнется преображение. Это жесткая оболочка, окружающая семя растает. И когда влага достигнет сердцевины зерна, тогда произойдет чудо. Зерно, которое, казалось, было мертво, изгнило, произведет новую жизнь. И через какое-то время из земли появится молодой росток, который потянется к солнцу. Иисус говорит, что это есть образ того, что значит потерять свою душу и затем вновь обрести ее. Это значит прийти к Отцу своих способностей, своей мудрости, своих сил, выпустить все из своих рук, предав все Богу. И когда вдали от всего наша жестокая плоская оболочка нашего я, эго, исчезнет, в нас проявится новая жизнь. Это вызов для вас, для меня. Иисус говорит, что наша жизнь находится в нашей руке, подобно пшеничному землу. Если эта ветхая жизнь не умрет, если мы будем держаться за нее, то она так и останется бесплодной. Я должен сказать вам, что в церквях сегодня очень много бесплодных людей. Знаете, почему они бесплодны? Потому что они озабочены собой. Они замкнулись в своей оболочке. Но если отпустить свою жизнь из своих рук, если довериться Богу и выпустить все из-под своего контроля, если отказать своему эго, своему я в управлении собой, то из этого процесса умирания и проявится новая жизнь. Жесткая плоская оболочка исчезнет и появятся ростки новой, Божьей природы, нашего нового духовного я в жизни воскресения. И сегодня я хочу предложить всем вам взять вашу жизнь, которая находится в ваших руках и выпустить из-под своего контроля. Возможно, это покажется вам безумным, но только так в вас может появиться новая Божья жизнь. Новую жизнь, жизнь воскресения Бог дает только тем, кто оставил старую, ветхую, тленную жизнь, направленную своей естественной, плоской, человеческой, эгоистичной природой. Итак, мы говорили, что покаяние – это внутреннее изменение, которое обязательно отражается во внешних действиях. Но в Завете есть одно особое внешнее действие, которое напрямую связано с покаянием. Это действие является водное крещение, посвящение своей жизни Иисусу Христу, погребением с Ним и для себя в этом мире, чтобы дальше жить для Бога. Водное крещение берет начало в служение Иоанна Крестителя, пришедшего с проповедью покаяния. Публичное крещение в воде было обязательным тременем для всех, кто отклинулся на послание покаяния и покаялся. Евангелие от Марка, 1 глава, 4-5 стих. «И явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордании, исповедуя грехи свои». Обратите внимание, что Иоанн в первую очередь требовал покаяния. Вначале он говорил «покайтесь», а затем «уже креститесь». Водное крещение является актом посвящения своей жизни Господу. Вы приняли решение перестать идти своим собственным жизненным путем и подчиниться господству Христа. Этим вы умерли для себя, в своей воле и этого нечестивого мира. Поэтому далее, как умершие, вы символически погребаетесь в водной могиле, отождествляетесь со Христом в Его смерти и погребении и, выйдя из воды, вы воскреснете, чтобы идти по жизни с Господом и Его путями. Это фактически ваша помолка с вашим женихом. Водное крещение – это внешний акт посвящения своей жизни Слух Христу. Ваша предыдущая жизнь для себя закончена. Вы отождествляетесь со Христом в Его смерти, в водном крещении. Отождествляетесь с Ним в Его погребении, чтобы дальше жить. С Ним в новой жизни в воскресении. Всегда с Ним и никогда без Него. С момента покаяния Он становится всем для вас. И вы оставляете все, чтобы следовать за Ним, став Его учеником. Луки, 14 глава, 33 стих. Иоанн требовал, чтобы каждый, покаявшийся, принял водное крещение. Это требование проходит по всему Новому Завету. Вот, например, что сказал апостол Петр тем, кто сверхъестественным образом коснулся Дух Святой. В результате проповеди о Христе в день Пятьдесятницы. Книга Деяния, 2 глава, 37-38 стих. Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру, прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья. Я часто говорю, что для того, чтобы человек задался вопросом, что мне делать, Богу порой приходится потратить очень много времени. Но на то, чтобы сказать человеку, что он должен сделать, много времени не надо. Ответ Петра был очень прямой, конкретный. Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Каким является первоначальное Божье требование? Покайтесь. А что дальше? Примите крещение как внешнее, видимо, доказательство внутренней перемены. А потом получите дар Святого Духа, который Бог дает повинующим Симу. Деяние, 5-32. Давайте посмотрим, что еще говорил Иоанн Креститель различным группам людей, пришедших к нему креститься. Лука, 3 глава, 10-14 стих. И спрашивал его народ, что же нам делать? Он сказал им в ответ, у кого две одежды, то дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже. Пришли к нему, и мы, это ли креститься, и сказали ему, учитель, что нам делать? Он отвечал им, ничего не требуйте, более определенного вам. Спрашивали его также и воины, а нам что делать? И сказал им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйте своим жалованием. Вы видите, существовали конкретные действия, которые следовало сделать в жизни покаявшимся из различных групп людей. И помимо милосердия к нуждающим, прежде всего, это касалось того, что покаявшись, должны были оставить то зло, которым занимались до этого. Сборщик податей должен был стать справедливым и не требовать лишнего. Солдат должен был совершать, не должен был совершать преступление и притеснять людей, будучи довольны своей платой. Кстати, позвольте заметить, что человек благотворенного своим заработком очень трудно найти во многих слоях современного общества. Это то, в чем многих из нас необходимо покаяться. Итак, первичным требованием покающегося является посвящение своей жизни Богу через акт водного крещения. А дальше, оставив свои пути, ожидайте Господнего водительства и направления. Позволю Богу указать вам, какие конкретные перемены в вашей жизни вы должны сделать. Третье. Покаяние предшествует вере. Боретесь ли вы сегодня с нехваткой веры в своей жизни? Возможно, ваши обстоятельства настолько тяжелые, что вам трудно верить в Бога и Его благодать. Если это так, то скажу вам следующее. Одной из главных причин, что так мало веры мы имеем и можем проявить в нашей жизни, является отсутствие истины покаяния. Поэтому, позвольте предложить тем из вас, кто, испытывая недостаток веры, постоянно сражается с финансами, семейными и прочих проблемами. Проверьте ваше покаяние. Действительно ли вы покаетесь? Предали ли вы свою жизнь в управление Богу или по-прежнему управляете ей сами? Возможно, многое из того негативного, что происходит в вашей жизни, является результатом вашего хождения не Божьими, а своими путями. Пусть это не подзвучит для вас как осуждение, а как дружеский совет. Я хочу ободрить вас, встать на Божий путь послушания и ему и отдать его в руки заботы о себе. Первое послание Петра, 5 глава, 5-7 стих. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Итак, мы уже говорили, что покаяние это поворот самостоятельной жизни без Бога к послушанию ему и зависимости от него. Это значит оставить свои собственные неправильные пути, перестать делать свои собственные дела, строить и реализовать свои собственные планы. Покаяние это обратиться лицом к Богу и сказать Боже, я сожалею, что шел своей дорогой, жил самостоятельной жизнью, делал свои дела, фактически мунтуя против твоей законной власти. Прости меня, Господь мой, из сегодняшнего дня я готов слушаться тебя и делать то, что ты поверишь мне. Это и есть покаяние. В книге пророка Исаия 53 глава 6 стих говорится, что все мы блуждали как овцы, совратились каждую свою дорогу. Именно это неподчинение своему Богу и твою есть грех, бунт и беззаконие. Именно это является корнем всего того греховного, чего мы совершаем в своей жизни. Только подчиняясь Богу, можно идти Божьим путями и со временем избавиться Божьей благодатью для господства греха в своей жизни. Хождение своими безбожными путями есть основная проблема всех, без исключения людей. Не каждый из нас совершил убийство, при любви или революции, но есть одно, что сделали все мы. Все мы совратились каждому свою дорогу, что является беззаконием и бунтом против своего Создателя. Покаяние это решение подчиниться Богу, начало пути возвращения к полной зависимости своего Творца. Мы с вами уже упомянули, что если покаяние произошло, то оно обязательно будет выражено в определенных действиях, и прежде всего в том, чтобы оставить всякое зло. Например, сплетни, они, то и дело, расползаются и отравляют атмосферу, вовлеченные в это необходимо ясно видеть, что это зло, а потом оставить это занятие, если они хотят, чтобы их покаяние было принято Богом. Или бизнесмен, который обманывает государство при уплате налогов. Он может ходить в церковь, может давать честные пожертвования и проявлять благотворительность, но его пока не будет принять до тех пор, пока он не будет честен в том, что делает. Сегодня мы наблюдаем, как многие люди, так или иначе, вовлекаются в грех просмотра порнографии, и их ум отравлен грязными картинками из фильмов и интернета. Многие из них уже необходимы освобождение, хоть они и сохраняют благочестивый внешний вид, приходя на церковные собрания. Для таких людей покаяние требует уничтожения всех видов порнографических материалов и твердое решение порвать с этим. Без чего невозможно получить освобождение от Эдобесовской зависимости. А без этого любая религиозная деятельность будет просто лицемерием. Мы, не имеющие никакой реальной ценности в глазах Божьих, вы должны покаяться в грехах. Что значит решение своей воли с Божьей помощью, оставить их. Сейчас я хочу показать вам, что покаяние является главным первым шагом подлинной библейской вере. Сегодня много христиан ведут борьбу за обретение настоящей действующей веры. И, честно говоря, в большинстве своем не знают, как ее обрести. Они уповают в этом на церковь и проповедников, в служении, конфессии, даже не осознавая, что начало им надо покаяться. В вере всегда должно предшествовать покаяние. Эта истина согласуется со всем посланием Нового Завета. Вот лишь некоторые примеры. Прежде всего, послание, которое нес людям Ян Креститель. Евангелие от Марка, 1 глава, 1-4 стих. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. Вот Я посылаю Ангела Моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой при Тобой, глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу прямыми, сделайте стези. Ему явился Иоанн, крестяр в пустыне, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Главной целью Иоанна Крестителя было приготовить путь для обещанной мессии помазанника Спасителя, который должен был прийти к Божьему народу Израилю и заметьте, он делал только одним простым посланием покайтесь, именно покаяние готовит путь для вхождения Бога в нашу жизнь. И опять-таки хочу подчеркнуть, что это очень многие путают покаяние с эмоциональным импульсом сожаления, а сделанным. И поэтому когда Бог призывает их покаяться, они не могут этого сделать, потому что не чувствуют этого. Чувствуете ли вы свою виновность или нет, неважно. Покаяние является не чувством, а решением подчиниться Богу. И это решение, которое открывает дверь для божественного вмешательства в одессе в нашу жизнь. Иоанн Креститель призывал Божий народ приготовить путь Господу, прямой сделать ему дорогу, свою жизнь. Как мы можем приготовить путь Господу в свою жизнь? Покаяние. Правильно. Именно от этого все зависит. Евангелие от Матфея, 3 глава, 1-2 стих, сказано так. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует пустыне иудейской и говорит покайтесь ибо приблизилось Царство Небесное. Далее, давайте взглянем на первую проповедь Иисуса, Евангелие от Матфея, 4-17. С того времени Иисус начал проповедовать и говорит покайтесь ибо приблизилось Царство Небесное. В точность тоже послание. Первым требованием, которое является покаяние. В параллельном месте Евангелия от Марка сказано покайтесь и веруйте в Евангелие. Марка 1-15. Что значит? Не пытайтесь верить до тех пор, пока не покаетесь. После своего воскресения беседы с апостолом Иисус снова подтвердил этот порядок. Евангелие от Руки 24-45-47. Тогда отвез им ум к разумению Писания и сказал им «Так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть и мертвых в третий день и проповедно быть во имя его покаяния и прощения грехов во всех народах». Опять же обратите внимание на порядок сначала идет покаяние а затем прощение грехов. Без настоящего покаяния не может быть прощения грехов. Далее давайте посмотрим на первое апостольское послание к церкви в день Пятидесятницы. Петр как представитель Бога и церкви сказал «Тогда уверавшим следующее книга Деяния 2 глава 37-38 стих «Слыша это они умили естественно сказали Петру и прочим апостолам что нам делать мужи и братья?» Петр же сказал им «Покайтесь и докрестите с каждым из вас во имя Иисуса для прощения грехов и получите дар Святого Духа сначала покайтесь а потом креститесь никакой другой шаг и никакое другое действие никакой религиозный туал не может заменить подлинное покаяние оно всегда должно идти в первом после чудо исцеления храмов прошедшего перед воротами храма когда народ сбежался к апостолам Петр в своей речи 19-20 и так покайтесь и обратитесь чтобы загладились грехи ваши да придут времена отрада от лица Господа и да пошлет он предназначен вам Иисуса Христа видите всегда покаяние следует первому что вам необходимо сделать чтобы ваши грехи были прощены и вы могли приняв Иисуса переживать времена освежения от лица Господа покаяться далее говорится стихи 22-23 Моисей сказал отцам Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка как меня слушайтесь его во всем чтобы что он не будет говорить вам и будет что вся чем заключается суть покаяния слушайтесь его во всем речь идет безусловно об Иисусе я в свое время провел исследование из Божьей помощи обнаружил более 20 пунктов в которых Моисей и Иисус были схожи никто из других пророков даже близко не имеет такого соответствия и обратите внимание на очень ясное предупреждение всякая душа которая не послушает пророка истребится из народа Божий народ это народ послушный своему Господу а теперь давайте прочитаем что говорит апостол Павел когда проповедует афинянам об идолопоклонстве и суеверии деяния 17 глава 30 31 стих итак оставляя времена неверения Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться ибо он назначил день который будет правильно судить вселенную посредством предопределенного им мужа подав удостоверение всем воскресив его из мертвых это Божий заповедь Бог повелевает всем людям покаяться повсюду покаяться слово всем и повсюду не оставляют места никакому исключению это повеление касается вас меня и всех остальных первое что мы должны сделать для того чтобы примириться и иметь отношение с Богом Библии это покаяться подчиниться власти Бога это первостепенное и важнейшее требование для обретения спасения позднее Павел книги деяний 20-21 стихе говорит о том что содержало в себе послание которое он нес тогдашнему миру возвещая иудеям и илиным покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Заметьте что опять первым шагом перед получением веры названо обращение к Богу в покаяние покайтесь и обратитесь как говорится в отрывке из 3 главы которую мы прочитали ранее и слово обратитесь раскрывает сущность покаяния покаяние это внутреннее решение за которым обязательно следует поворот во внешнем течении жизни это основное и главный условие получения истинной библейской веры без покаяния вы не сможете иметь действующую веру вера всегда первое требование звучит так покайся и затем веры именно такой порядок проходит через весь Новый Завет от начала до конца это принципиальное Божье требование для того чтобы получить действующую в реальной веру вы должны покаяться вы должны довериться подчиниться Господу пережить это внутреннее переменное мышление за которое следует изменение всего образа жизни на зависим от Бога Бог который призывает нас подчиниться его целям и следовать его план это Бог Библии а Бог который поклоняется и которого он взывает во многих церквях потому что он помогает осуществлять наши цели наши планы это не Бог Библии а Дух Антихриста который просто поддержит нашу свою волю и бунт против Творца все естественно давая нам надожелаемое для плоти вера приходит от слышания слышно того что Господь лично вам римлянам 10-17 возможно вы сегодня боретесь за веру пытаетесь верить я консультировал тысячи христиан имеющих различные духовные финансы семейные национальные прочие проблемы и вот к какому выводу я пришел в большинстве случаев проблемы в жизни верующих в мире корень в нежелании этих людей покаяться лично подчиняться Богу они либо не хотели покаяться либо не знали как это сделать причем причем большинство не верило что проблемы именно в этом они искренне считали что уже покаялись имеют ну жду пока они будучи введены в заблуждение небиблейско-церковными учениями но результат говорил сам за себя они пробовали верить пробовали вести благочестивую христианскую жизнь пытались духовно возрастать служить и получать благословение от Бога они молились регулярно посещая церковь каждый день читали но результатов не было почему по одной простой причине они не покаялись не подчинились Божьему Святому Духу оставили свои пути планы мы должны помнить что вера это дар Божий вы не можете получить веру до тех пор пока Бог не даст ее вам это ясность послания к христианам 2 глава 8-9 стих ибо благодатью вы спасены через веру и сию не от вас Божий дар не отделав чтобы никто не хвалился и так вера это Божий дар ее невозможно заслужить своими делами религиозными стараниями она приходит от личного слышания Божьего голоса Бог может дать ее вам а может удержать ее от вас безусловно что